Фрагмент обоев над окном также обрезают с запасом. Сверху наклеивают фрагмент обоев согласно узору. При этом он должен быть такой длины, чтобы его можно было загнуть внутрь оконной ниши на полную глубину. Обрезка вдоль стыка, где обои наклеены внахлёст, может быть произведена без вспомогательных средств, так как длина разреза невелика. Край этого стыка должен располагаться точно в углу оконной ниши. Снизу полоса обоев обрезается при помощи ножниц. Полоску обоев под двойным стыком удаляют, а выступающий край сверху загибает в оконную нишу, прижимают и точно подгоняют при помощи обойного ножа, осуществляя обрезку вдоль обойного шпателя. Следующие полосы обоев в области окна наклеивают в соответствии с рапортом. Отверстия от ремня для жалюзи также аккуратно вырезают, чтобы обрезанная кромка была скрыта заглушкой. В местах примыкания к дверям, окнам, плинтусом и кафелю обои следует наклеивать в стык. При наклеивании внахлёст могут образоваться складки. Помимо этого обои могут порваться, так как в данном случае соприкасаются различные строительные материалы, негативно воздействуя друг на друга. Нельзя наклеивать обои за батареями и каминами. В зависимости от конкретных условий обои следует обрезать так, чтобы труднодоступные места выглядели аккуратно. Если вы используете обои с цветным рисунком, стену перед наклеиванием обоев можно покрасить в подходящий цвет. Согласно европейским стандартам нельзя клеить обои в стык горизонтально. При переходе от скоса к вертикальной стене, с чем мы часто встречаемся в мансардах, можно наклеивать обои до угла, начиная с полной полосы, если полая тыльная часть проходит ровно. В углу полосу обрезают, а нижняя часть наклеивается отдельно. При этом верхняя полоса наклеивается на нижнюю внахлёст. Если полая тыльная часть проходит неровно, обрезка верхней и нижней полос производится отдельно с запасом. Нижняя стена оклеивается согласно рапорту так, чтобы верхняя полоса на пару сантиметров заходила под нижнюю полосу. При оклеивании круглых арок, полоса обоев над аркой и рядом с ней наклеивают с запасом 2-3 сантиметра. Затем на выступающей кромке делают несколько надрезов, загибают их внутрь арки и приклеивают. Затем в нишу наклеивают точно вырезанную по арочному проему полосу обоев. При помощи угловых профилей, которые повторяют форму дуги, можно добиться аккуратного оформления края арки, особенно если выбраны обои с рисунком. При наклеивании обоев рядом с сантехникой, например, с раковиной или ванной, производится приблизительная обрезка обоев ножницами. Затем обои прижимают и с помощью обойного ножа делают более точную обрезку вдоль шпателя. Обои точно подгоняют и при оклеивании пространства вокруг слива под раковиной. При наклеивании обоев в местах гигиены под примыкающие к сантехнике обои может проникнуть влага, поэтому места прилегания обоев следует уплотнить герметиком. В местах прохождения труб, как показано здесь, в обоях ножницами делается надрез. Там, где труба входит в стену, обои надрезаются в форме звездочки, что позволяет точно подогнать их по форме трубы. После того, как обои в этом месте были прижаты к стене, производится дополнительная обрезка с помощью обойного ножа. При высыхании обоев следует избегать сквозняков и слишком сильного отопления. В противном случае из-за натяжения обоев при слишком быстром высыхании могут разойтись стыки. А если клей еще не начал работать, то слишком быстрое высыхание может привести к отклеиванию обоев в области стыков. Температура воздуха в помещении должна составлять примерно 15-20 градусов Цельсия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...